50 тысяч жертв, крупнейший в мире террористический акт, через три дня 9 тысяч жертв, через неделю 4 с половиной, окончательные данные, там погибло 1500 человек, из них 600 это полицейские и пожарные, которые приехали тушить, спасать, их завалило. 900 человек в этих двух башнях погибло. Где жертвы Зин? Почему никто не погиб в этих башнях-то? А оказывается за месяц до этого теракта по всем масонским тайным изданиям было опубликовано прямое предупреждение о том, что готовится атака на Всемирный торговый центр. В русскоязычном масонском журнале для богатых называется обустройство и ремонт. За неделю до теракта, 3 сентября, за неделю до теракта, на передней обложке они нагло опубликовали вот эту картинку, на котором изображены две башни Всемирного торгового центра, на их фоне белый флаг. В этом флаге знак, запрещающий стоянку, нахождение в них. Причем в этом знаке опять две этих башни. Показано, где будут находиться радиомаяки, радиомаяками наводили самолеты. И показывает, что верхушка будет сожжена, сгорит. Рядом простейшая расшифровка. Атака с воздуха 11 сентября. Все они прекрасно знали. Месяц оттуда эвакуировали персонал, оргтехнику. Даже сундуки с золотом повынесли. Кто там погиб? Погибли лифтеры, гардеробщики, буфетчики, уборщики, обслуживающий персонал. Вы понимаете, это не просто поджог Рейхстага. Это поджог тысячи Рейхстагов. После этой провокации Соединенные Штаты, самый главный мировой террорист, сказали, плевали мы на все ООН, плевали мы на все международное право. Мы любую страну сейчас объявляем укрывателем террористов. Начинаем бомбить. Пусть нам хоть кто слово скажет. Пусть хоть кто к нам не присоединится. Вот видели вы, в Ираке 38 стран присоединилась, в том числе Украина. Послала туда своих, так сказать, людей подмазаться к этому делу. Они под эту марку разбомбили Афганистан, Ирак, сейчас будут Сирию, ну и так далее. То есть это уже бандитизм высшего класса. Высшего класса бандитизм. Ну а если кто-то еще сомневается о том, что эта программа идет, я вам зачитаю официальную бумагу. 7 сентября 2000 года независимая газета опубликовала доклад Игнатова. Это генеральный директор информационного аналитического агентства при управлении делами президента Российской Федерации. Официальное лицо. Называется его доклад. Стратегия глобализационного лидерства для России. И вот послушайте, что пишет этот чиновник в этом докладе. Ключевым фактором, влияющим на современные глобализационные процессы, является деятельность мирового правительства. Следует признать, что эта надгосударственная структура вполне эффективно исполняет роль штаба нового мирового порядка. Однако в своей работе эта организация ориентируется на интересы малочисленной элиты, объединенной этническим родством и инициации в ложах деструктивной направленности. Данное обстоятельство, узурпация власти в мировом правительстве хасидско-парамасонской группой, требует скорейшего исправления. И далее он пишет. Препятствием на пути нашей страны в число лидеров глобализации следует считать и неконструктивную позицию мирового правительства. Выдвинув теорию золотого миллиарда, мировое правительство искусственно ограничило число людей и стран, которые имеют право на участие в глобализационных процессах на лидирующих ролях. Россия, по мнению хасидско-парамасонской группы, не должна входить в число таких лидеров и рассматривается исключительно как источник сырьевых ресурсов для нового мирового порядка. Как говорится, приплыли дальше некуда. Официальная совершенно бумага 2000 года. Что же нам делать? Что же нам делать в этой страшной ситуации? Всякий раз, когда я слышу об этой алкогольной, табачной, наркотической проблеме, я ясно вижу, как через всю нашу страну проходит гигантская алкогольная корыта с пойлом. И рвется к этому корыту наркотизированный народ. Кого мы там видим у корыта? Ну, видим с виду прилично одетых людей, которые по праздникам рюмочка из корыта черпают, себя заливают. Это так называемые культурно пьющие люди. Кто-то у корыта с кружкой орудует, про этого говорят, пьет умеренно, кружка мера. Кто-то уже с ведром к корыту лезет, это пьяница, плохой человек. А кто-то уже в корыто упал, с него туда потекло. Ну, это, понятное дело, алкоголик. Так что же нам предлагают делать в этой ситуации? В 1972 году студия Киев-Научфильм опубликовала, отсняла научно-популярный фильм о поведенческих реакциях одномесячных поросят. От десяти разных свиноматочек взяли по одному поросенку, поместили их в отдельный загон и начали снимать, как поросята будут себя вести. Поросята три дня пободались, подрались и на третий день сбились в стаю и начали жить, как в природе, стаи. Выделился вожак стаи, не самый крупный, но, видать, самый умный поросенок стал вожаком. Первый поросенок, второй, третий, десятый. И поросята же зажили стаи. Приносят корыто с кашей, первым вожак ест, за ним первый, десятый, последним, все по справедливости. И тут кому-то в голову пришла глупая мысль в это корыто с кашей вылить трехлитровую банку пива. Размешали и поставили. Первым подошел поросеночек, вожак, вот такой вот. Нюхнул эту кашу с пивом, у меня аж глаза на лоб полезли, что-то не то. Нюхал, 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 налево смотрел, нюхал, нюхал, направо смотрел. И наелся кашей с пивом. Вслед за ним, уже не нюхая, кашей с пивом наелась и вся поросячья стая. И поросята от пива одурели. Самый маленький бросился кусаться на вожака. Драка, писк, визг, ну все как возле пивной. Поросята разодрались, разбежались по углам, стоят, дрожат. Друг друга боятся. Два дня у поросят проходило пивное похмелье. На третий день залезали раны и опять сбились в стаю. Спустя еще два дня решили повторить этот эксперимент. Взяли кашу, налили трехлитровую банку пива, размешали и поставили. Подошел поросеночек вожак, нюхнул опять глаза на лоб, нюхал, 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 налево смотрел, нюхал направо, нюхал вверх, что-то вспоминал, а потом морщил лоб, а потом взял пяточком и перевернул это корыто. Они думали, это случайность. Опять кашу, намешали пиво, поставили. Как только поросеночек нюхнул, он сразу перевернул ходом это корыто. Вы представляете? Даже одномесячному поросенку с вот такими мозгами и тому понятно, что сделать с этим корытом. Перевернуть его раз и навсегда, пока всех в этом корыте-то с головой нас не утопили. Люди, которые стоят возле этого корыта, вот те, которые стоят с рюмкой и с кружкой, это самые ярые борцы с пьянством в нашей стране. Это приверженцы теории культурного питья. Они истошно визжат и кричат возле этого корыта, оттаскивай пьяниц алкоголиков от корыта. Оттаскивай, миллионами в корыте тонут. Мешают пьяницы и алкоголики нам нашу страсть к культурному алкогольному одурманиванию удовлетворить. Мы оттаскиваем алкоголиков пьяниц от корыта. А на освободившиеся места молодежь с пивными кружками к этому корыту несется. Так что же делать? Да перевернуть его раз и навсегда. И на этом, так сказать, разговор весь. Вот решение, которое, я говорю, даже ясно вот этому одномесячному маленькому поросенку. Два слова еще о пиве. Идет страшная пивная агрессия против наших детей и молодежи. Государственную думу купила пивная мафия. Государственная дума с нашей подачи полтора года муссировала, в конце концов приняла закон, это еще было при Ельцине, о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции. Я участвовал в разработке этого проекта.